Ночь в музее перевернула привычную работу музея с ног на голову. Даже попасть внутрь в тот день можно было не через традиционный вход, а через никому неизвестный подвал. По стрелкам и ориентирам посетители пробирались навстречу своей мечте. А её устроители акции предлагали всем в буквальном смысле нарисовать. Я рисую свою инсуалу, просто имя. Рядом с какими инсуалами? Рядом с инсуалами моих друзей, которые танцуют со мной вместе, занимаются брейк-дансом. Лето. Ну, свои имена, лето. Всё такое. Хотите запечатлеть дружбу, да? Да. Более творчества, более фантазии, мечты. Причём мечта – ключевое слово. Мероприятие в музее так и называлось. Куда приводят мечты? Каждый день мы встаём и погружаемся в серые будни, которые нас окружают. И мы порой забываем, что такое радость и что такое мечта. Мы предлагаем погрузиться в этот хаос будней, в этот серый подвал и раскрасить его во все краски, которые только возможно. Раскрыть свои творческие способности и вспомнить, к чему мы вообще-то должны стремиться. Я хочу поскорее лето. Лично я мечтаю больше развиваться в танцах. Ну, мой возраст, мне сейчас предстоит сдать ЕГЭ. Я хочу сдать ЕГЭ, очень мечтаю сдать ЕГЭ. Ну, и чтобы было всё хорошо. Поспать, на данный момент выспаться. Нарисуете всё на стене? Ну, если мне удастся в этот вечер туда кровать или розовые облака. На них тоже очень, наверное, комфортно спать. Ещё один шаг от прошлого к своей заветной мечте – подняться из подвала в выставочный зал. У проводников были наготове практические советы, как с помощью занятной науки хиромантии прочесть то, что у вас заложено от природы, а для закрепления предлагалось, глядя в зеркало, записать свою мечту и поселить её на дерево желаний. Как ты думаешь, вот это вот желание, которое ты написала, обязательно сбудется? Да. Веришь в это? Верю. Всей душой. Ставить перед собой цели, идти к их материализации и верить в свои силы – пожалуй, главная установка, которую получили все желающие от устроителей мероприятия. Помимо этого, можно было поразгадывать головоломки, кроссворды, поиграть с мыльными пузырями, порисовать и просто здорово провести время. Оно должно быть ярким, незабываемым, неординатным, нетрадиционным. Потому что музей должен привлекать в такой день, в такой праздник, как можно больше народа и показывать, что музей – это не просто скучно, обыденно и на каждый день, что это тоже и ярко, и эмоционально, и очень здорово. Международный день музеев празднуется во всем мире с 1977 года. Это, по сути, приглашение посетить экспозиции бесплатно. Ночь музея впервые провели в Берлине в 97-м. Цель – показать потенциал современных музейных комплексов, а также привлечь молодежь. Постепенно эта акция стала международной. Вам весело? Да. А что больше понравилось сегодня? Ну, рисовать. Рисовать что? Ну, всякие буквы, картинки. Там в подвале, да? Да. Солнышко, да. А здесь уже в каких аттракционах, в общем-то, что попробовать успела? Я успела попробовать достать там некоторые предметы и повешать их. Интересно. Да. В следующий год, если будут такие же аттракционы или подобные, придешь обязательно? Да. Постоянные экспозиции Надымского музея «Края девочки Саванэ», «История строительства города Надыма» и «Надымское городище». Сейчас можно также посмотреть выставку работ художников города, посвященную весне. Оксана Захарова, Вячеслав Кусков, телевидение общества «Газпромдобыча Надым». История строительства «Газпромдобыча надым».